Пару слов о себе. Как я уже говорил, меня зовут Сергей Даровский и я руководитель творческого объединения пространства. Я занимаюсь здесь продюсированием, режиссурой, выпускаю проекты. Кроме работы над фильмами, я занимался конечно много чем, но сейчас наверное самое главное это комиксы, поэтому я бы хотел рассказать пару слов о тех комикс-проектах, за которые я отвечал. Первый комикс называется Биороиды. Это киберпанк-триллер о том, как несколько личностей людей попали в голову одного единственного робота и оттуда пытаются решать свои глобальные и личные проблемы. Вообще эта история была вдохновлена историей Билли Миллигана. Может быть вы не слышали, но это такой человек, у которого внутри было 24 личности, совершенно независимые, самостоятельные, которые тоже творили свои собственные дела. Об этом написал книгу Дэниел Кис и с того момента эта история стала популярным, собственно, вы даже, может быть, смотрели фильм Сплит, который тоже был вдохновлен вот этой самой историей. Второй проект, за который я отвечал, это был проект Пугла. Это такая драма и ужасы в стиле Дюндита. Она о том, что в сны маленькой девочки Анны начала приходить Пугла, который росло у них на огороде после смерти отца и утверждала, что именно оно и есть отец и она за Анней будет приглядывать. На самом деле, конечно, это формальные ужасы, но это история, наполненная вопросом и семейными отношениями, о том, как важно между собой разговаривать. Вот, что самое главное в семье, доносить свои мысли, находить компромиссы между людьми. Это и есть Пугла. Ну, а сейчас мы рисовали «Левиафан проголодался», но до того, как мы поговорим об этом, о себе еще расскажет Оля Лаврентьева. Меня зовут Ольга Лаврентьева. Я художник, дизайнер и автор комиксов. Вы меня могли знать по таким проектам, как «Непризнанные государства», сборник из 11 реальных историй об экспериментах по созданию своей микространной в современном мире. Такой коллажный комикс. Шуф. История совсем в другой стилистике. История про 90-е годы. Главные герои расследуют гибель своего соседа по даче, расследуют единственным доступным способом. Они рисуют об этом комиксы. И получается такой мета-комикс, комикс в комиксе, где изображены разные версии одного загадочного события. Сурвила. Документальная история, биография моей бабушки, которая прожила очень долгую жизнь. Она родилась в 25-м году, прожила 95 лет. И на ее жизнь выпали и политические репрессии, и блокада Ленинграда. Вот такая толстая книга, посвященная ей. И мой самый новый, самый сложный, самый толстый и тяжелый проект, над которым я работала 10 лет реально, от первого эскиза до последней нарисованной страницы. Своя Атлантида. История о поиске финского клада на берегу Финского залива. История с сокровищами, с призраками, с тайнами. Собственно, я не сразу поняла, что я комиксист, что вот это мое призвание. Наверное, надо было начать с того, что я не думала никогда в детстве, что я буду заниматься именно комиксами. Скорее, когда заходил вообще разговор, кем стать, я выбирала между писательством и рисованием. Я думала, что я буду или писать, или рисовать. Либо работать с текстом, либо работать с графикой. Я не знала, что одно с другим может соединиться. Но когда я столкнулась с комиксами уже во взрослом возрасте, я поняла, что вот оно соединение всего, что я люблю. Здесь и графика, и драматургия, и литература, и дизайн, в общем-то. Я училась на дизайнера на тот момент. Я поняла, что я не должна выбирать, не должна себя ни в чем ограничивать. В комиксах я могу позволить себе абсолютно все. Я могу делать все, что я хочу, и так, как я это хочу.